МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С начала 2016 года из окружной казны на социальные выплаты направлено более полутора миллиардов рублей. Учитывая сложную экономическую ситуацию, власти округа выполняют взятые на себя обязательства. Об этом на оперативном совещании сообщила вице-губернатор округа Татьяна Лагвиненко. Социальные выплаты за текущую неделю составили 57,6 миллиона рублей. Хочу сказать, что с начала года, несмотря на сложность исполнения бюджета, социальных выплат выплачено на 1 миллиард 627,5 миллиона рублей. По информации пресс-службы Департамента здравоохранения, в Ненинском округе самое большое количество мер социальной поддержки в стране. По состоянию на 1 января 2016 года в округе действуют 147 мер социальной помощи. 93% из них региональные. В бюджете округа в текущем году на социальные выплаты приходится 2 миллиарда 280 миллионов рублей окружного бюджета, в то время как обязательные федеральные социальные выплаты составляют всего 172 миллиона рублей. Для сравнения, в Ямал-Ненинском автономном округе количество мер социальной поддержки в полтора раза меньше, и только 70% из них – инициатива округа. Учитывая сложную экономическую ситуацию, власти округа выполняют взятые на себя обязательства. Напомню, госдолг Ненинского округа на сегодня составляет 4 миллиарда 100 миллионов рублей. На разработку проектной документации для проведения мероприятий по усилению конструкции здания 4-й школы привлекут внебюджетные средства. Соответствующее решение одобрила администрация региона. Напомню, сейчас здание образовательного учреждения можно использовать в ограниченном режиме. Ранее на одной из стен здания школы обнаружилась трещина, и его дальнейшая эксплуатация оказалась под вопросом. В мае было проведено обследование основных несущих и ограждающих строительных конструкций, фундаментов и грунтов. По результатам обследования, изыскания прошли государственные экспертизы, получено заключение о том, что школу возможно использовать в ограниченном режиме. Что позволяет открыть школу по первому сентября. Соответственно, выданы рекомендации, в соответствии с которыми нужно проводить дальше работу по усилению кровли, по усилению самого здания и по мониторингу фундаментов. Соответственно, на ремонт кровли внутри школы были найдены средства, эти работы уже начаты. Это часть по разработке проектной документации по усилению конструкции. Необходим объем финансирования 845 тысяч. Средства будут выделены обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания развития регионов» в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрацией Ниницкого округа. Здание школы номер 4 – самое новое в системе школьного образования Наринмара. Введено в эксплуатацию в 2010 году. Количество учеников, учителей и технического персонала школы – около 1 тысячи человек. Средства недропользователей будут привлечены и для ряда других проектов, например, организации создания, доставки и установки памятника «Святые благоверные Петр и Феврония с голубями» на территории поселка Искателей. Около 4 миллионов рублей выделит компания «Башнефтьполюс» в рамках сотрудничества с администрацией. На средства «Востокнау» Ниницкая агропромышленная компания внедрит в оленеводческих бригадах спутниковый дистанционный мониторинг движения оленеводческих бригад. В Ниницком округе продолжается проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Традиционно в проверке участвуют представители Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Управление МВД России ПАНАУ, руководители структурных подразделений профильного окружного департамента, руководители учреждений и главы муниципальных образований. В ходе обследования зданий комиссия также проверяет документы учреждений и оценивает работу по устранению замечаний надзорных органов. В соответствии с правилами межведомственная комиссия оценивает готовность образовательных учреждений к новому учебному году согласно утвержденному Минобранауки графику. По состоянию на 15 августа на 18 часов принято 25 образовательных учреждений надзорными органами как Госпожнадзором, так и Роспотребнадзором, что составляет 32% от общего количества образовательных организаций. По учреждениям дополнительного образования детей, хотелось бы отметить, что они приняты уже у нас 100%. В остальных образовательных учреждениях завершаются ремонтные работы. В 2016 году на эти цели было предусмотрено финансирование в размере 44 миллионов рублей. Всего на территории Ниницкого округа находится 77 образовательных организаций, в том числе 33 школы, 31 детский сад, 3 организации среднего профессионального образования и 10 организаций дополнительного образования детей. В регионе продолжаются мероприятия по вакцинации поголовья оленей. Профилактика сибирской язвы сейчас активно идет на востоке округа. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента природных ресурсов экологии АПК Ниницкого округа Сергей Киселев. На востоке округа, в стадах оленеводов-частников, идет ветеринарно-профилактическое мероприятие проходит у нас. Оленеводы воспринимают спокойно. У нас в конце июля, в начале августа пришли оленеводы-частники соседних регионов, поэтому мы их сейчас тоже дополнительно обрабатываем против сибирской язвы. Кроме профилактики сибирской язвы, на востоке региона идет профилактика заболевания некробактериозом. Напомню, в Усть-Каре были зафиксированы случаи копытки в стадах оленеводов-частников. Ситуация находится под контролем ветеринаров. Лечениями и вакцинацией животных на востоке округа сейчас занимаются три специалиста Государственной инспекции по ветеринарии Ниницкого округа. Бережный уход, забота и внимание. На ферме в Лабожском работают неравнодушные к своему делу люди. В этом убедилась наша съемочная группа. Золотая осень. В Наринмаре пройдет ярмарка сельхозтоваропроизводителей. В субботу 3 сентября в Наринмаре пройдет ярмарка сельхозтоваропроизводителей «Золотая осень», на которой предприятия и хозяйство агропромышленного сектора региона смогут представить свою продукцию. В Департаменте природных ресурсов и экологии АПК стартовал прием заявок для участия в ярмарке. Заявки принимаются до 31 августа. Места для торговли будут предоставляться без взымания платы. В первую очередь возможность принять участие в ярмарке предоставят сельхозпредприятиям из населенных пунктов округа. Желание участвовать в торговле выходного дня изъявили уже 9 организаций. На прилавках ярмарки будет представлена местная рыба, мясо, молоко, яйца, а также продукция из Ставропольского края. С порядком проведения ярмарки можно ознакомиться на официальном сайте профильного окружного департамента в разделе «Документы» или по телефону 2-13-94. На первой осенней ярмарке в прошлом году аграрии «Нау» реализовали свыше двух тонн продукции местного производства. Свою продукцию представили более 12 предприятий. Великовисочный животноводческий комплекс, рыболовецкий колхоз «Сула», капхоз «Ерф», ненитский рыбоколхоз «Союз», ненитская агропромышленная компания, кооператив «Харп» и другие. В каждой профессии есть свои секреты. Для их постижения требуется много качеств и знаний. Так и в животноводстве. Наша съемочная группа побывала в деревне Лабожское, что в 50 километрах от Ныринмара, и встретилась с теми, кто трудится на предприятии Великовисочный животноводческий комплекс. Продукцию этого предприятия реализуют в нескольких населенных пунктах округа. В селе Великовисочное, в деревнях Лабожское, Пылемец, Тошвиска, Щелино, а также в Ныринмаре. Молоко, сметана, творог этого предприятия полюбились жителям округа не случайно. Ведь на предприятии трудятся люди, не только знающие свое дело, но и влюбленные в профессию. Луиза Лысюк загоняет своих подопечных в телятни. Каждый вечер на знакомый голос с неспешным шагом идут несколько десятков ухоженных телят. Они у вас как детки? Да, они места все знают, идут вечером, то туда, то туда, в своей группе расходится. Сколько у вас подопечных? Да, 38 у меня маленьких, 20 больших, 58 голов. Каждый день самых маленьких Луиза Владимировна поет молоком. Старших кормит сухим кормом, следит за привесом, чистит загоны и убирает проходы. Как шутя говорит женщина, за три года работы для своих подопечных она стала родной мамой. Стала родной еще для 45 телят и другая работница фермы Анастасия Чупрова. Любовь к телятам, по словам женщины, родом из детства. Совсем маленькая Анастасия Николаевна ходила помогать своей маме, доить и ухаживать за коровами в колхоз Родина. Теперь уже сама с внуками каждое утро спешит на ферму. Утром прихожу, открываю дверь. Ребята, кушать хотим? Все, они уже голову поднялись, соскочили, уже ждут. Они уже знают, что я зашла. Они уже знают даже по голосу. Вот у меня группа эта, я захожу, они вот именно на меня смотрят. Вторая заходит, группа вот не с этой стороны, они уже на нее смотрят, они уже знают, что это их мама пришла. Семьи, как вот в семье. У меня своя дома семья, и здесь у меня семья, они тоже мои дети. За 25 лет работы ее руками выращены сотни телят. Кроме хорошего ухода, уверяет нас Анастасия Чупрова, нужен и индивидуальный подход. Слушаются, ну, всякие, как ведь и дети, как ведь мы. Также и с характером каждый со своим. Так что каждому надо подход. Любите своих подопечных? Ну, люблю по неволе. Смала, и при мне они болеют, при мне они растут. Вместе с ними болею, вместе с ними переживаю и расту вместе с ними. Тяжеловато, но это моя любимая работа. Пока Анастасия Николаевна ухаживает за своими телятами, Виктория Лаптандер готовится к вечерней дойке. Подключаем к аппарату. Когда молоко закончится, в трогах бежать, мы его оттягиваем. В день девушка доет 42 коровы. Несмотря на то, что вместо человеческих рук ныне работают электрические доильные машины, работа доярки трудная. Кроме дойки в обязанность входит чистка и помывка коров, уборка, первичный осмотр животных для обнаружения болезни. А еще с каждой коровой нужно уметь ладить. Надой молока может снизиться вдвое, если животное будет взволновано. При соответствующем уходе и внимании буренки будут давать хорошие надои. Ради хороших надоев в настоящее время на производстве, которое расположено на двух участках в деревне Лабожское и селе Великовисточное, трудится около 39 человек. Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота насчитывает более 200 голов, из которых 77 – дойное стадо. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Обеспечивают молоком сельских жителей и крестьянско-фермерские хозяйства. Одним из первых на селе организовал свое молочное дело Александр Латышев из Неси. Молодой фермер начал свой бизнес в прошлом году с нескольких дойных коров. Сегодня стадо увеличилось в разы. На покупку первых коров Александр Латышев получил окружной грант. Наладив производство молока, предприниматель подал документы на получение субсидии. Как и все молочные животноводы округа, фермер получает поддержку из окружного бюджета в размере 100 рублей на килограмм реализованной продукции. Помимо Александра, молочным бизнесом в Неси занимается и Лариса Ордеева. На двоих у молодых фермеров 30 голов крупного рогатого скота, 18 дойных коров, быки и телята. По словам главы Канинского сельсовета Галины Варницыной, с появлением местных фермеров объем молочной продукции, которую доставляли в село из Архангельска, снизился в разы. Молоко реализуют населению по цене 60 рублей за литр. Молоко реализуют через магазины ИП, договоренность у них есть. И кроме молока, они еще реализуют лифи и творог. Население, по-моему, очень даже к этому хорошо относится. По крайней мере, я не раз слышала слова положительные, да, отзывы, что хорошо, что у нас появилась своя молочная продукция, хорошо, что мы снова дали свое молочко. В планах фермеров полностью обеспечить рынок молочной продукции и собственного производства. Отмечу сегодня, в НИСИ проживают порядка полутора тысяч человек. Распространят по всей территории региона. Поселок искателей возьмет на вооружение опыт создания воркаут-площадки в Наринмаре. Опыт организации дворовых площадок для занятий уличной гимнастикой или воркаутом распространят по всей территории региона. Инициативу окружных активистов поддержал губернатор округа Игорь Кошин. Эстафету по возведению турников и брусьев уже передали главе поселка искателей. По словам Григория Коваленко, место для воркаут-площадки уже подобрали. А я напомню, что в Наринмаре уличные конструкции для занятий спортом находятся в городском парке в районе улицы Рыбников. Игорь Мартьянов занимается хоккеем три раза в неделю. В дополнение к тренировкам молодой человек планирует заниматься на площадке для воркаута по выходным. Спортсмен отмечает, расположена она в удобном месте. Парк – отличное место для прогулок, пробежек и занятий физкультурой. Сейчас модно быть трезвым, модно не курить, модно заниматься спортом. И это замечательная тенденция. Я рад, что у нас в стране и в округе это движение есть. Воркаут – это любительский вид спорта. Он заключается в выполнении упражнений на турниках, брусьях, горизонтальных лестницах или вообще без специальных снарядов. Основной акцент в занятиях делается на работу с собственным весом, на развитие силы и выносливости. Упражнения выполняются на свежем воздухе на уличных спортплощадках. В Наринмаре её возводили общими силами сами спортсмены. Работы по установке оборудования от разметки до официального открытия заняли около месяца. Буквально за один день мы сделали разметку, на следующий день уже пришли бурить отверстия. Что самое интересное, сначала мы договорились с организацией, у которых есть специальная установка бурильная для таких дел. Но в последний момент у нас ничего не получилось. И в итоге придумали сделать отверстие обычным ледобуром. Средства на реализацию проекта активисты получили из окружного бюджета в рамках конкурса грантов для НКО. На создание условий для развития уличного спорта в регионе было выделено чуть более 200 тысяч рублей. Проект принёс не только пользу самим ребятам, но и тем, кто будет здесь заниматься. И я думаю, что их мечта, как Саша сказал, она у него осуществилась. Если эта мечта будет приумножаться, это будет самое главное. А те, кто сидят на диване и только скептически ко всем этим вещам относятся, ну, наверное, это не их день. Уже сейчас все желающие могут заниматься на спортивных снарядах. Занятия позволят жителям города не только тренироваться в рамках движения воркаут, но и развить силу, выносливость, ловкость, а также подготовиться к сдаче отдельных нормативов комплекса ГТО. Стоит отметить, что все турники надёжны и абсолютно безопасны. Концы, они закруглённые, и крепления у них специальные. То есть они нетравматичные. У них у каждого устройства есть свой паспорт. И они соответствуют всем нормам, всем необходимым для того, чтобы граждане безопасно абсолютно занимались здесь спортом. Активисты некоммерческой организации на одной площадке останавливаться не собираются. В планах у них расширение возможностей для занятия спортом на улице, открытие новых площадок в других районах города, а также в населённых пунктах округа. Валентина Чебичев, Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». На этом всё. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова